Николай Петров родился в Тихорецке. После окончания школы поступил в первый Ленинградский мединститут и почти сразу же угодил в армию. Когда началась Великая Отечественная война, Николая Ивановича отправили в состав войск Юго-Западного фронта, где он участвовал в обороне Харькова. В окопах просидел 4 месяца почти. Ну, не на одном месте мы отступали, войск передовиков отводили, и мы с ними. После Николай Петров попал в резерв главного управления войск НКВД. В конце войны его подразделение действовало в Литве. Победу встречали там же. Счастливый день в нашей жизни, когда перестали стрелять, убивать и бояться друг друга. Потому что служба, которая была после Юго-Западного фронта, она была так – не знаешь, кто у тебя рядом. Службу Николай Иванович завершил в должности военного фельдшера. После войны продолжил учебу и с отличием окончил лечебный факультет Кубанского мединститута. Сначала работал в Отрадинском районе, через два года последовал Краснодар, затем была Кострома. В 1965 году появилась возможность переехать в Анапу, куда он и приехал вместе с семьей, женой и двумя сыновьями. 11 лет проработал главным врачом Центральной районной больницы. При всём он успевал ещё и оперировать, внедряя передовые методы оперативной хирургии. Чувство потребности в те, и что ты можешь, ты именно сделать то, что другой не сделает во имя жизни человека, чтобы ему помочь, быть ему полезным. Это доставляет такое удовлетворение. Николая Ивановича можно назвать родоначальником подготовки на курорте медицинских кадров среднего звена. Это он организовал в Анапе первые курсы медсестёр, которые работали под эгидой Красного Креста. А уже на следующий год его же стараниями в Анапе появился филиал Новороссийского медицинского училища. В колледже преподвал до 2003 года. На вопрос о секрете долголетия Николай Петрович отвечает просто. Большого секрета нет в этом. Просто надо быть добрым человеком.